В прямом эфире программа «Актуальный разговор» на телеканале «Татарстан-24» в студии Ирина Лебедева. Здравствуйте! Тема нашего разговора сегодня – лазерная коррекция зрения «Смайл». Звоните нам по телефону прямого эфира 511-99-66 или на бесплатный номер для регионов 8 800-532-55 и задавайте свои вопросы. А сегодня у нас в гостях офтальмохирург Олеся Фанилевна Зеединова. Олеся Фанилевна, добрый вечер! Здравствуйте, Ирина, добрый вечер! Сегодня мы из первых уст, что называется, узнаем все о лазерной коррекции зрения «Смайл», что называется, прямо от профессионала, от человека, который каждый день делает подобные операции и, более того, провел их более сотни уже буквально за последнее время. И хочется привести статистику в начале нашего разговора, что по статистике Всемирной Организации Здравоохранения сегодня во всем мире не менее 150 миллионов человек, подумайте об этой цифре, имеют слабое зрение. И это вызвано аномалиями рефракции, то есть близорукостью, дальнозоркостью или астигматизмом. И в большинстве случаев эти нарушения можно корректировать с помощью лазерной коррекции, то есть не дожидаться каких-то серьезных патологий, серьезных последствий. И, конечно же, да, лазерная коррекция является сегодня одной из самых популярных методик во всем мире. И первый вопрос вам. Скажите, пожалуйста, лазерная коррекция, она действительно помогает вновь хорошо видеть. И человек может с легкостью избавиться от контактных линз, от нелюбимых всеми очков. Да, это на 120%. Лазерная коррекция позволяет буквально за считанные секунды получить высокое, максимально возможное зрение для нашего пациента. Причем неважно, сколько лет вы носили очки, линзы. На сегодняшний день лазерная коррекция – это косметическая процедура, которая очень безопасна и эффективна, позволяет буквально вам прийти и потратить один день на диагностику, пару, 15-20 минут на операцию, и уже к вечеру, сидя дома за телевизором, вы можете сами посмотреть, насколько красивый мир, прочитать вывески магазинов или попытаться углядеть номера машин, как обычно делают наши пациенты. Как известно, методов коррекции зрения великое множество. Конечно же, все время какие-то новые технологии приходят к нам. И, конечно же, вы, как офтальмохирург, который очень часто выступает и на международном уровне, знаете последние тенденции, последние новинки. Вот расскажите, какие технологии пришли к нам сегодня, чем они отличаются в корне от тех, которые были ранее? Сегодня третье поколение фемтосекундных лазеров, и мы можем выполнять лазерную коррекцию всего лишь с помощью небольшого микропрокола 2-3 мм. Фемтосекундный лазер с высокой точностью позволяет сформировать внутри нашей роговицы, вот если посмотреть, да, видно, что у нас у глазика есть такая прозрачная оболочка, похожая на часовое стекло. Фемтосекундный лазер формирует внутри роговицы лентикулу, и мы эту лентикулу убираем. Да, он разбирается, наверное, не надо, потом еще у нас вот здесь есть такой проспект, можем на нем. То есть очень много методик, да, если мы с вами пролеснем, Ирина, чтобы вам тоже было наглядно. Вот здесь показаны все этапы, в принципе, нашей хирургии. Но это вообще сложно назвать хирургией, это косметический метод лазерной коррекции, потому что он не требует какой-то там тяжелой подготовки, длительного пребывания в операционной. Это буквально от 20 до 40 секунд сработает фемтосекундный лазер, и мы через микропрокол 2-3 мм лентикулу убираем. То есть это такой малотравматичный способ? На сегодняшний день, да, это самый деликатный метод лазерной коррекции. Вообще смайл все воспринимают как улыбка, да, потому что мы делаем маленький надрезик, который похож на улыбку. И это реально, технология является очень позитивной, потому что обычно наши пациенты на следующий день приходят и светятся от счастья, и говорят, мы улыбаемся, мы сделали смайл. И, ну, на самом деле, если подойти с научной точки зрения, с международного олимпа, да, то и расшифровать эту аббревиатуру, это значит Small Incision Lentical Extraction. То есть это удаление через микропрокол маленькой лентикулы из роговицы. Тем самым мы убираем ваши диоптрии, то есть и уже сразу буквально на операционном столе пациент уже замечает, что он видит лучше. И, как правило, всегда все волнуются, готовятся. И к этому дню, когда они к нам придут, и когда уже проведен один глаз, они видят результат. То есть если первый глаз для них очень волнительным, у нас, слава богу, всего два глаза, а не 32, как зубы, да, то уже, например, на левый или правый глаз, который идет следующим, они уже более спокойны, потому что они уже видят, что все быстро, да, и уже они получили уже какой-то результат буквально через 10 минут. Наверное, самым уникальным является то, что быстрая реабилитация, потому что это очень важно сейчас для пациентов. Они не хотят надолго отвлекаться от работы, отвлекаться от, естественно, там, не знаю, своих каких-то, своей какой-то деятельности, да, и, конечно же, быстрая реабилитация – это ваш конек сегодня. И скажите, вот пациент совершенно не несет никаких рисков? То есть во время операции, то есть он не может потерять зрение? Нет, эти технологии не приводят ни при каком, там, если даже, вероятно, какие-то микроосложнения бывают, там, да, пациент двинул глазом или еще что-то. То есть это не ведет к потере зрения. Единственное, что просто может потребоваться чуть большее время для восстановления высоких зрительных функций, но каких-то рисков пациент не несет. Очень важна дооперационная диагностика, потому что также бывают патологические изменения, и не всегда бывает возможность всем людям помочь, и чтобы они видели 100% только с помощью лазерной коррекции. Тогда уж, вот, то есть… Ну и вот ключевое хочется спросить, это всегда задает такой вопрос нам и телезрители, да, неужели все проходит действительно без боли? То есть пациент совершенно ничего не чувствует во время операции? Это как… Опять я сравню со стоматологом, да, то есть если вы приходите, вы чувствуете, что дотрагиваются, да, но действует анестезия, и просто какое-то неприятное ощущение, что около глаза вы видите там лазер тот же самый, который опускается на глаз, но это все не больно. И на сегодняшний день фемтосекундный лазер Визу Макс, с помощью которого делается и проводится технология СМАЛ, он оказывает самое минимальное воздействие на нашу поверхность глаза. У него минимальное давление, поэтому это наиболее комфортно для пациента. И во время всей процедуры у пациента сохраняется зрение. То есть в отличие от других фемтосекундных лазеров, да, в общем, их очень сейчас много на рынке, но технология СМАЛ и лазер Визу Макс, это он пока уникален, он не имеет аналогов, и технология восстановления зрения с помощью микропрокола на сегодняшний день она уникально принадлежит компании ЦАС. На сегодняшний день это лучшие по производству оптических систем, а именно лазеру Визу Макс. Конечно, ведутся разработки, я надеюсь, что на рынке появятся конкуренции. Многие клиники, которые уважающие себя, наверное, работают уже с этими системами. Да, сейчас около 20. По сказанию, это очень прогрессивный город, да, и хорошо, что мы имеем такую возможность вовремя скорректировать, да, свое зрение. Мне сообщают, что у нас есть звоночек в студию. Да, давайте. Добрый вечер, вы в прямом эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы задать вот такой вопрос. Я работаю за компьютером, и, ну, всего работы приходится водить машину. Как быстро я могу вернуться после коррекции зрения к своей нормальной обычной жизни? Спасибо за вопрос. К вечеру, к вечеру. Уже некоторые пациенты к вечеру, если, например, операция проводилась утром в 11-12 часов, то к вечеру они уже могут пойти спокойно гулять, уже они будут видеть. И на следующий день очень многие, большинство наших пациентов приезжают за рулем. То есть они чувствуют уже себя уверенно. Конечно, есть все равно небольшая такая туманность первые несколько дней. Это абсолютно нормально при вмешательствах на глазах, но при этом и присутствует четкое зрение. То есть пациенты довольно четко видят и светофоры, и дорожные знаки, и номера соседних машин. Это один из важных определяющих моментов. Говорят, я вижу этот номер. Там впереди стоящие машины, которые раньше не видела. Иногда даже в контактных и в очках пациенты не видят так, как они видят после лазерной коррекции. Особенно это у кого высокий астигматизм, то есть не совсем ровные роговицы. Ну, у кого есть астигматизм, пациенты знают об этом. И на самом деле это счастье, что мы можем подарить окружающим нам, молодым. В основном это приоритет, конечно, лазерная коррекция молодежи. Такое высокое зрение и счастье видеть мир без очков и контактных линз. Понятно, что тема глаз одна из самых востребованных, потому что люди очень к зрению трепетно относятся. Видимо, поэтому сегодня много звонков от телезрителей. У нас еще один звоночек в студию. Добрый вечер, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Говорите. Алло. Да-да-да, слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, я, наверное, не совсем сначала смотрела эту передачу. Возможно, этот вопрос уже как-то оговаривали. Я пенсионерка. У меня сейчас 3,5 плюс. И, естественно, я работаю на компьютере. И очень бывает неприятно, когда забудешь очки, придешь где-то на почту или что-то прочитать надо мелко. И без очков очень плохо. Вот пенсионерам возможно восстановить зрение, как тем, у которых минус? Спасибо за вопрос. Да, спасибо вам большое, что вы нам позвонили. Пенсионерам также возможно улучшить зрение, но там есть особенности. То есть технология смайл-лазерная коррекция, она проводится, когда нет других сопутствующих заболеваний. Как правило, с возрастом у пациентов происходит изменение хрусталика. Катаракта, вы, наверное, слышали о таких заболеваниях. И в этом случае, то есть там уже нужны другие технологии по улучшению зрения. Это замена хрусталика на искусственную линзу прозрачную, которая, эта методика позволяет точно так же восстановить и улучшить зрение. И хотелось бы также остановиться на том, что сама методика смайл, она в основном показана, пока в настоящем моменте сейчас ведутся исследования, но пока софт позволяет убрать только минуса и астигматизм. То есть если у пациента это гиперметропия, плюсовая рефракция, он носит плюсовые очки вдаль-вблизь, в этом случае мы также можем предложить методику улучшения зрения с помощью фемтосекундного лессика, с помощью лоскута. Олеся Ванильевна, ну и, конечно, очень важная тема, мы ее затрагиваем всегда, когда у нас в студии доктора, противопоказания. Все-таки есть те, кому категорически, вот мы сейчас уже сказали, что с плюсом, а еще есть какие-то противопоказания по состоянию здоровья. То есть хронические недуги и так далее. Ну, конечно, да, если есть какие-то хронические воспаления, ревматизм, какие-то аутоиммунные заболевания, это, конечно, все индивидуально, нужно смотреть, в каком остром процессе находится сопутствующее заболевание, потому что, как правило, если есть хронические воспаления, какой-то тяжелый сахарный диабет, это является противопоказанием для каких-либо вмешательств на глаза, потому что это может привести к затяжному заживлению или получению как бы не того, пациент не будет доволен результатом. Вот, то есть это, конечно. Мне еще хочется еще раз повторить, для того, чтобы вы тоже подтвердили, да, все-таки те, кто только что к нам присоединился, операцию лазерной коррекции зрения выполняются в четыре этапа. Значит, под местной анестезией выполняется разрез до 4 мм или до 2, как вы сказали, после хирург удаляет, значит, проблему без наложения швов, что это очень важно, да, потому что короткий период реабилитации, и на следующие сутки человек здоров. Даже к вечеру он здоров. То есть, использует некий дискомфорт, только относительно там какой-то мутноватости. Да, задымленности, дымка небольшая есть, несколько часов после лазера. Ну, сама лазерная коррекция, на самом деле, она переносится очень легко пациентам, быстро, когда он выходит, глаза ещё не слезятся, потому что действует местная анестезия, этого хватает, чтобы доехать до дома. Дома появляется дискомфорт, жжение, слезотечение, светобоязнь. Это связано с тем, хоть и маленький микропрокольчик 2 мм, но он есть. Но сравнивание с другими методами, также фемтолейсика или лейсика, там надрез проводится 20 мм, который в 10 раз выше. Да, если мы, кстати, вернёмся к нашей книжке, здесь у нас есть сравнение методики фемтолейсика, когда формируется лоскут, это такой маленький тоненький лоскуток, как страница книжки. Мы его открываем и другим лазером выпариваем минуса. То есть, любые лазерные методы, они направлены на то, чтобы убрать минуса с поверхности. Это осуществляется за счёт уменьшения толщины роговицы и изменения её кривизны. Потом лоскут укладывается, и вы можете сравнить, что для лоскута, чтобы он зажил, и этот дискомфорт закончился, нужно намного больше времени, чем для микропрокол. То есть, все эти методы, они хорошие, они позволяют получить высокую остроту зрения. То есть, конечный результат, в принципе, он хороший. Но реабилитация после разных методов лазерной коррекции, а также возможность каких-то изменений после перенесённых процедур, конечно, при смайле здесь нет никаких рисков. То есть, контактные, командные виды спорта. Сейчас FDA, это международная организация, в Америке она располагается, одобрила смайл для американских солдат. Потому что после этой методики нет противопоказаний, можно там драться, всё что угодно делать, глаза тереть, так как эта методика, она очень безопасна. Это как бы новая, последняя генерация. То есть, эволюция шла, и сейчас у нас смайл. У нас ещё один звонок в студию, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. А скажите, пожалуйста, когда можно планировать беременность? И вот пусть это коррекция? Да, это очень частый вопрос, потому что девушки у нас тоже много делают лазерных коррекций, всегда возникает это. Можно ли делать беременным? Беременным, конечно, нельзя, и нежелательно в период лактации, потому что после лазерной коррекции нужно закапывать капли, там содержится дексаметазон и антибиотик для хорошего заживления, что может влиять, как бы отдать в кровь, молоко. Планировать беременность можно уже через 2 недели. Как правило, наши пациенты закапывают препараты в течение 10 дней, и потом уже можно спокойно планировать и уже все свои мечты дальше осуществлять. Скажите, пожалуйста, а что касается детей? Мы поговорили о молодежи, что у молодежи это можно и нужно делать. А что касается деток? С какого возраста показана лазерная коррекция зрения? Ну, так как мы хотим сделать один раз и навсегда, что все было круто и на всю жизнь, желательно делать тогда, когда все стабильно. Стабильно, как правило, это после 18 лет, когда наш организм уже не растет. Но некоторые мамы или родители сомневаются, говорят, что вот у него близорукость еще немножко прогрессирует, но можно тогда еще немножко подождать. Но официальная рекомендация после 18 лет, после созревания организма и остановки роста глаза. Потому что любая близорукость, ее прогрессия, как правило, связана с ростом, то есть с увеличением размера нашего глаза. Вот так вот, так он растет. Скажите еще, вот очень важно, все-таки какие симптомы должны насторожить человека, что он должен обратиться к доктору и сказать, что мне нужна лазерная именно коррекция? Вот я прям чувствую, что... Ну, это прежде всего ухудшение зрения вдаль. То есть наши пациенты, наша молодежь, которая приходит, как правило, нажалуется, что мне плохо видно. Бывает даже очень маленький минус, минус один, но он не может. То есть особенно к вечеру, вроде, говорит, немного, но все равно не требуются очки и линзы. То есть диоптрии не важны. Важно, насколько это влияет на качество зрения и на качество жизни. И на качество жизни пациента, да, конечно же. Мне сообщают, что еще один звоночек в студию. Я думаю, что мы успеем принять его. Слушаем вас. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Слушаем вас. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, добрый вечер. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот в прошлом году я делал обследование на Бульдарево. Мне сказали, мне 44 года, сказали, что у вас возрастные изменения с щеткой глаза. Вам нельзя категорически запрещено делать операцию. У вас сейчас какой вопрос? Можно ли делать? Вот, да, можно делать операцию в лазерной коррекции или нельзя? Ну, лазерную коррекцию, конечно, если есть какие-то сопутствующие заболевания, делать нежелательно. Нужно лечить основное заболевание. Если у вас хрусталики прозрачные, то носить очки все-таки, да. И со временем хрусталик все равно будет мутнеть. Катаракта – это нормальный физиологический процесс. Он будет у меня, у вас, Ирин. Никому этого не избежать. Просто у всех разный возраст. И уже если потом у вас появятся какие-то изменения, и это будет вам мешать, можно будет сделать замену хрусталика. Но лазерную коррекцию при сопутствующих заболеваниях, в том числе сетчатки, нежелательно. Вообще вы можете подойти в любую клинику нашего города или России, или где угодно, и обследоваться еще раз. И может быть, другой врач вам посоветует какое-то другое решение. На самом деле, сколько людей, сколько врачей, столько и мнений. Поэтому приходите куда-нибудь. Олеся Фанильевна, большое спасибо вам за сегодняшний диалог, очень продуктивные беседы, здоровья глазам нашим и глазкам наших телезрителей. Это была программа «Актуальный разговор». Меня зовут Ирина Левдева. До встречи на телеканале «Татарстан-24». Видеть все краски жизни в клинике глазная хирургия расческов уникальное сочетание передового опыта, оборудования и инновационных технологий в лечении глазных заболеваний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова